Звездный городок На военный аэродром Чкаловский Откуда на специальном самолете Центра подготовки космонавтов Мы вылетели на космодром Из Москвы до космодрома Влететь около 3 часов Возле города Байконур Есть аэродром Край Но сейчас он закрыт на ремонт Поэтому наш самолет Приземлился прямо на космодроме На полосе Куда садился космический корабль Буран Космодром и город Байконур Находится в казахской степи Вокруг нет ни одного дерева Только земля Трава, колючки Верблюды и ракеты Космос полон традиции Гагаринскую ракету Восток Вывезли на старт В 7 часов утра Запуск ракеты Восток Гагарин на борту Был успешным И с тех пор Подвелась такая традиция Все ракеты На которых летают космонавты Вывозят на старт В 7 часов утра Здравствуйте Мы находимся На переезде Гагаринского старта Сейчас увидим Ракету Союз Она едет Со скоростью Человеческого шага Она едет К нам хвостом Во-первых И у нас еще С другой стороны Тепловоз И ракета Движется Очень медленно И было достаточно Умнений Чтобы рассмотреть Ракету внимательно На протяжении Всего 5 Ракеты Сопровождают Специалисты Геограны В небе Баранжируют Вертолеты Здравствуйте Сейчас ракета Уехала На стартовой площадке А сейчас Мы на автобусе Поедем За ней Баранжируют Типол Типол Здесь Ракета Вертол leurs Ракета состоит из разгонного блока и головного обтекателя, внутри которого находится космический корабль «Союз». Разбонный блок окрашен в серый цвет, обтекатель в белый, а красным окрашен защитные колпаки, детали ракеты, которые будут сняты перед стартом. На стартовом столе специальный подъемник устанавливает ракету. Нашу ракету устанавливали на том самом столе, на котором устанавливали первые в мире пилотируемые корабли «Восток». Поэтому стартовый комплекс номер один называется «Гагаринский старт». После установки ракеты мы поехали в Международную космическую школу. В этой школе есть настоящий космический музей, детали от настоящих ракет, которые запускали раньше, ракетные двигатели, спасательные капсулы и даже настоящий космический скафандр. После посещения школы я с директором школы пропустил настоящую модель ракеты. Правильно? Ага. Ну что, тогда как? Делаем кос обратный отчет? Нет. Протяжка один. Есть протяжка один. Продувка один. Есть продувка один. Обратный отчет. Пять. Пять. Четыре. Четыре. Три. Два. 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 Один. Один. Пуск. Все четко сработало. То есть вышла тормозная лента, то есть она теперь как бы полет замедляет. И можно поймать ракету, зарядить по новой, да эту ленту туда сложить, подсадить новый двигатель и по новой лететь. Ну что? Ну что? Здравствуйте. Сейчас мы пойдем по аллее космонавтов. Мы прогулялись по этой аллее. Вот то самое дерево, которое посадил Гагарин, первый космонавт. А вот дерево, которое посадил Леонов, первый человек, который выжил в открытый космос. Мы прошли в реке космонавтов и видим речь Космонавт. В гостинице Космос живут космонавты, которые полетят в космос. Сейчас мы идем на конференцию с космонавтами. После прогулки по аллее космонавтов нас пригласили на международную пресс-конференцию. Было очень интересно и волнительно увидеть космонавтов совсем рядом. Посмотреть их настроение перед полетом в космос. Основной экипаж. Командир транспортного пилотированного корабля «Союз ТМА-19М», бортинженер МПС-46-47, Юрий Иванович Маленченко, Россия «Роскосмос». Бортинженер пилотированного пилотированного корабля «Союз ТМА-19М» Здравствуйте! Доброе утро! Сейчас мы встречаем космонавтов и провожаем их на космодром. За 6 часов до старта экипаж выходит из гостинцы космонавтов под традиционную песню «Трава у дома» группы «Земляни». Песня «Трава у дома» А снится нам драва, драва у дома «Зеленая, зеленая драва» Садится в автобусы и едет на окончательную премьерку скафандра перед вылетом в космос. Весь стартовый день мы следовали за космонавтом буквально по пятам. Теперь пора их нам догонять. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. И вот космонавты поделят кавандру с окном и идут на доклады Государственной комиссии. После доклада сходятся в автобус и едут на стартовую площадку. Это финишная прямая. Дальше космос. За 2 часа до старта космонавты занимают свои места в космическом корабле. А мы тем временем посетили музей космодрома Байконур. Тут можно увидеть космический корабль «Союз», который скрыт внутри ракеты под белыми обтекателями. И кресло корабля «Восток», на котором катапультировался после полета в космос «Гагарин». Капсула, в которой летели в космос собаки. Угарек и ветерок. Ну и, конечно, космический корабль «Буран». Наконец, нас отвели на наблюдательную площадку. В цель безопасности эта площадка находится на расстоянии 1 километра от ракеты. Волнительное ожидание. Пуск ракеты ровно в 17.03 по местному времени. Продолжение следует... Северная компания. Северная компания. Есть отрез. Холодная тема Кролик. Булка Юйсида, 50. Есть утром. Есть утром. Есть дополнительная СМА, 120. Доклажи приняли первые. Кролик Юйская. Грэмсида, 1-я. Порто! Параметр конструкции. Родины вверх. 10. Параметр разместим управления. Родины вверх. Родины вверх. Контракция. 20. Снижатели первой вверх. Работают нормально. 20. 20. 30. Параметр конструкции. Родины вверх. Родины вверх. 40. Стабилизация устойчивая. 40 секунд. Стабилизация устойчивая. Пересчет. Давление в камеру. Двигатель в норме. Давление в камерах в норме. Пересчет. Тангаж. Рыскание. Вращение в норме. 60 секунд. Тангаж. Рыскание. Вращение в норме. 70 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Полет нормальный. 80 секунд. Параметр системы управления. Ракетоносителя в норме. 90 секунд. Работает нормально. 90 секунд. Двигатели работают устойчиво. 90 секунд. Параметры конструкции. Ракетоносителя в норме. 110. Время включения. 10 секунд. Рыскание. Вращение в норме. Есть сброс до ума. Есть сброс до ума. Есть заключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Есть отделение первой ступени. 130. Стабилизация устойчивая. Приняли, Агата 140 Ура! Все в порядке Ракета летит нормально И не ходит И уже на неплохо Скоро они присоединятся